Привет, ребят! Смотрите, кто тут. Такие замечательные девчонки. Девчонки, вы откуда? Ну-ка, расскажи. Мы из Минска. Вот Саня. Я Саня. Я Вася. Проект в теме. Проект в теме. Так, Саня и Вася, вы вообще, а что за проект откуда? Мы такой проект снимаем разные фестивали, разные мероприятия и дарим людям улыбки. А где вас найти? У нас в инстаграме в теме.бай. В инстаграме в теме. Мы в соцсетях. Мы в США, мы в теме. Да. Все, ребят, они в теме, вы не в теме. Поэтому подписывайтесь и будете в теме. Делаю вдох так, пахнет диод, я искал тебя вечность, вот идиот. Узнали, чья это песня? Более трех миллионов подписчиков в инстаграм и почти 10 миллионов тикток. Песня в топах музыкальных чартов и много звездных друзей. Согласись, неплохой послужной список. И это в 19 лет. Егор Шип. Теперь он собирает многотысячные залы на своих сольных концертах. Взрывает города своими выступлениями и организовывает встречи с многомиллионными фанатами. Вот на такой концерт сегодня мы пришли вместе с Василисой. Не переключайтесь, все самое интересное только начинается. Привет, девочки, с каким настроением вы сегодня пришли? Привет, отлично просто. Отличное настроение. Вот пришла вместе с дочерью на концерт. Что вы ждете от концерта? Я думаю, будет весело и будет круто. Много классных впечатлений. Ждем просто потусить, оторваться, увидеть Рокстар. Я знаю, у меня эмоции, у меня новые впечатления. В период очень дешевый, очень радый. Получительные эмоции только. Я делаю вдох так, пахнет диод, я искал тебя вечность, вот идиот. Давай Пикачу напоем. Давай, Пика-Пикачу-чу-чу-чу-чу. Я с тобой хочу-чу-чу-чу-чу-чусь. С чего началась твоя музыкальная карьера? С трека «Fake Love». Она началась спонтанно. Ну, даже, наверное, не спонтанно, а все шло к этому потихонечку. Игорь Шип, кто он? Ютубер, блогер, музыкант? Вот кем ты себя считаешь сегодня? Даню Милохину задали такой вопрос неделю назад. Он сказал, я есть все. Ну, больше как артиста позиционирую, конечно. Считается, чтобы много зарабатывать, надо много тратить. На что тратишь деньги ты? Ой, я только сегодня смотрел расходы в Сбербанке. Не знаю на что, но тратятся. А самая дорогая покупка? Да нет такого, чтобы за раз, куда-то прям много. Ну, не считая каких-то инвестиций, да. Есть ли у тебя свободное время, и как ты его проводишь? Есть. Очень редко, но бывает. Провожу по-разному, смотря какая была неделя. Если я очень сильно задолбался, я, скорее всего, высыпаюсь. Я прилетел с прошлого гастроля и спал сутки. То есть я лег спать в час дня и проснулся в 11 утра на следующий день. А так тусуемся, делаем, чего по кайфу. Как ты относишься к хайпу и вообще владение хайпом? Это ключ к успеху? Блин, хороший вопрос. Думаю, что да. Но, опять же, все круто, когда все в меру, и на всем ты делаешь баланс, держишь баланс без какого-либо избытка. То есть хайп это очень... Ну, хайп это просто грязно звучит. Все привыкли, что хайп это что-то, типа, не знаю, пробежаться голым по улице. И вот у меня это слово как-то так ассоциируется в моей голове. Но в мире шоу-бизнеса, в мире людей, которые в этом крутятся, это, наверное, не хайп, а правильно составленный стратегический какой-то план для массового распространения чего-либо. Поэтому это разные вещи. И когда мне под каждым видео, где я там, я не знаю, что сделал, но прям, прям вот минимально что-то было, а не хайп, 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 хайп. И вот это слово поразит уже просто. Были ли в твоей жизни поступки, за которые тебе было стыдно и тебя осуждали? Нет. Когда? А кто твои кумиры? Кто мои кумиры? Хорошо, кого ты и слушаешь, и кого... Слушаю я всех, я меломан. Вот. А кого я придерживаюсь, да я не знаю, что тебе сказать. Наверное, все-таки мой мозг воплощает чью-то сущность из тех людей, которых я как раз-таки и слушаю. Поэтому эти два вопроса между собой взаимосвязаны. Твой сценический образ сильно отличается от тебя самого? Может быть, он просто еще не сформировался, мой сценический образ. Но вообще нет. Мы неадекватные все, на самом деле, творческие люди. Все немножечко пришибнутые. Но мы не под масками, ну как не все, некоторые боят. Здравствуйте, меня зовут Марк Хаднелл. Я из Калифорнии, Лос-Анджелес. Я уже в Беларуси 16 лет. Здесь родился мой сын. Ранее в Лос-Анджелесе я играл в трех рок-группах в 70-80-х годах. Я знаю, что вы занимаетесь музыкой. Какое это будет направление? Я делаю каверы таких исполнителей, как The Beatles, Elton John, Bill Joy и делаю мою музыку в похожем стиле. Также я выпускаю свои собственные песни в стиле классического рока, блюза, немного джаза. Еще мне нравится миксовать стиле, я делаю фьюжн. Поскольку это, возможно, посочнее, повкуснее. Пусть все вместе с нами. Рядом с нами молодой музыкант, певец Александр. А теперь расскажи, почему ты никому не нужен, это его псевдоним? Изначально это был мой никнейм в Инстаграме, он уже три года у меня. Это как-то просто привязалось между своими, между компанией, с друзьями. Как ты считаешь, ты уже сформировался как певец или все же еще себя ищешь? Ну, вообще, в принципе, да, сформировался. Есть стиль, в котором я, в принципе, двигаюсь. Но я всегда в поиске, всегда что-то усовершенствую. Давай пару строчек из своего любимого трека. Ты тихая, но ты не моя. Я так устал тебе это повторять. Сколько б не делал я для тебя. Но для тебя мы всего лишь друзья. Рядом с нами сейчас две тысячи. Привет, друзья. Привет, друзья. Привет, друзья. Я сегодня артист, музыкант. Сегодня делим сцену с его рапшипом. Качаем миссинг. А как вы выяснили, что вы будете исполнять? Я сегодня исполняю два трека. Телетеста и публики-рубики, которые еще не вышли. Эксклюзивные. Эй, все! Тели-тили. Драли-вали. Чувства наши. Не хотел с тобой встречаться. Но в один момент. Руки все. Тели-тили. Часто живи. Тели-тили. Пусть всеми вместе с нами. Рядом с нами автор-исполнитель Тимур Пряхин. Тимур, здравствуйте. Расскажите про свое творчество. Мое творчество. Я пишу песни. Замечательные, веселые. Песни, которые мотивируют на добро, на созидание. Которые поднимают настроение. Вот, в принципе, мое творчество в двух словах. Ну, а если серьезно, ну, конечно, у меня материал разнообразный. У меня песни о том, скажем так, что близко каждому. Это какие-то эмоции, чувства. Это какие-то душевные переживания. Есть песни, в которых есть над чем подумать, да. Которые затрагивают какие-то глубокие, духовные какие-то аспекты нашей жизни. А есть, которые просто для того, чтобы поднять настроение, чтобы добавить немножко добра и позитива в этот мир. Будь всеми вместе с нами. Dream Team. Треки Егора уверенно попадают в топ-чарты. Клип Пикачу набрал 200 миллионов просмотров на YouTube, а Dior более 40. Сегодня Егор Шип званый гость всех топовых YouTube и TV-шоу. А его популярность набирает обороты. Подростки в зале прыгали от радости и протягивали руки, чтобы хотя бы дотронуться до недосягаемого селебрити. Обладая узнаваемым голосом и яркой харизмой, Егор сразу обратил на себя внимание миломанов и профессионалов музыкальной индустрии. Музыка Шипа о любовных отношениях, поэтому у молодого артиста уже есть большое количество поклонниц, не устоявших перед его талантом и привлекательной внешностью. Рядом с нами сейчас один из организаторов концерта – Андрей Флагман Мюзик. Как вообще прошел концерт? Вы знаете, прошел великолепно, на самом деле. Я очень рад, даже еще не успел вымотаться, хотя с самого утра на ногах, наверное, в 7 утра встал. Вот сейчас где-то 9, еще не все закончено. Но, тем не менее, для, скажем, зрителей уже, наверное, самая интересная часть закончилась. Всем понравилось, было больше очень много людей. Мы еще даже точно не знаем, сколько, но вы сами видели, сколько было. И все как-то на одной волне были, пели песни. То есть, ну, этого давно не хватало. Расскажите немного о планах на будущее. Ну, как говорят, о планах лучше всего не говорить, но мы сегодня делали опросы среди зрителей. И зрители хотят инстасамку, хотят манекена, хотят карнавал, хотят очень много чего интересного. Будем стараться вас удивлять. В общем, этот парень точно знает, как привлечь внимание к тому, что он делает, и еще не раз удивит публику. Молодые знаменитости не боятся, что их слава имеет срок годности. Они уверены в себе и точно знают, что смогут уезжать на пьедестале, несмотря ни на что. С вами была Саша и Василиса. Будь всеми вместе с нами! Всем пока-пока!